Как в Чувашии реализуются приоритетные национальные проекты, обсудили сегодня на совещании, которое провел премьер-министр Иван Маторин. Основной вопрос – социальное развитие села. Программа действовала с 2003 по 2013 годы. Что удалось сделать и какой получили эффект в нашем сюжете? За 11 лет в социальное развитие села вложили более 97 миллиардов рублей. На каждой федеральной рубль республика выделяла 16. В России и в ПФО этот показатель в 4 раза ниже. За счет всех источников финансирования введено более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Почти 20 тысяч сельских семей улучшили свои жилищные условия. За весь период реализации программы лучшими районами по количеству получателей социальных выплат, получения жилищных условий стали Батовский район – 350 семей и 8% от общего объема. В Урнарске – 296 семей, Канажске – 281, Чебоксарске – 262. Но худшими районами по предоставлению социальных выплат стали это Алатарские – 130 семей, Костомирске, Марбасадске – 111, Шумерлинске – 108 семей. Нарекания вызывает программа по строительству дорог. В свое время отчитались о том, что дороги построены, но остались не заасфальтированные участки внутри поселений. Это тоже будет решен. Условия по выделению средств, они будут другие. И все-таки субъектам отдадут право, где строить. Так же, как делается, допустим, у нас по водоснабжению или другим капитальным вложениям, которые происходят. Тогда совместно с Минтранцем подготовьте перечень дорог, что если будет проводиться отбор такой на уровне Минтекоза России, чтобы можно было свои предложения ввести. В республике по-прежнему актуальна проблема обеспечения сельского населения качественной питьевой водой. С 2005 года были построены объекты локального водоснабжения 75 сельских населенных пунктов, 6 очистных сооружений, 2 крупных водохранилища. Хорошо идет строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас уже введено 23 объекта. Проведена модернизация сельских библиотек. В каждом районе есть современные физкультурно-спортивные комплексы. В 2014 году на обеспечение жильем детей-сирот в Чувашской республике предусмотрено 325 миллионов рублей, чтобы 253 человека получили положенные квадратные метры. Есть отклонения от сроков выполнения работы в Ибресенском районе. Четыре квартиры строятся за счет средств позапрошлого года, еще семь за счет прошлого. Подрядчик знаменитый у вас, почти все объекты везет. Если то, что сейчас излагает исполняющий объект министр строительства, что только фундамент возведен, а часть квартир в 2012 году должны были получить, ни в какие рамки это не лезет. На сегодняшний день только фундамент. Строительство дома не ведется. У подрядчика нет оборотных средств, но он сейчас хочет получить кредит в банке 15 миллионов, но пока движения нет. Нарушаются сроки сдачи жилья для детей-сирот и в других районах республики. Премьер-министр призвал членов совета более тщательно относиться к выбору подрядчиков для строительства жилья. Главный федеральный инспектор попросил прокуратуру и аппарат уполномоченного по правам ребенка подключиться к проверке выявленных нарушений. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика.